ну что возвращаюсь наконец-таки к таффину после наверное месяца ожиданий так напомню что я перья верхние срезал здесь распаял вот а вот и сами тоже коламбус по размеру они одинаковые для начала тогда так как эти перья уже восстанавливать не буду потому что как видите у них пошли трещины я буду делать свои похожие тоже вогнутые но буду делать накладку они прессом как здесь потому что сделать пуансон для того чтобы согнуть один раз такое перо больно будет накладные мне и хозяину этой рамы с учетом того как эти перья быстро отошли я могу сделать вывод что боялась это все серебряным припоем потому что когда я поднес сюда горелочку припой так быстро начал растекаться при том что явно температура стали было ну в районе 600 градусов что характерно для серебряных припоев теперь отмеряем глубину залегания пера в дропаут и длину обрезки пера также не забываем поставить метку где будет происходить на паечка внутренней вкладочки вогнутой такой трубочки ну можно резать смотрите что я придумал сделать как оригинальное перья мы берем это перо срезаем с него верхнюю часть вот такую вот лодочку и впаиваем вот сюда и это просто круто у нас получается такое же замятие но впаянное именно тахинская деталь зачистил поэтому она вот блестит осталось дело вторую часть чтобы они были ровные и припаять а а а а а а а ну все теперь точно никто не догадается что это рама ремонтировалась и эти перья не настоящие потому что выемки под эти перья как раз самые оригинальные а хотел спаять перья и нижние и верхние вот здесь у нас прям ровненько встык получилось а а это перо получается на пять семь миллиметров дальше отходит соответственно у нас получается что при аварии все-таки пострадал задний треугольник и видите если по колесу смотреть то выглядывает подсидельная труба соответственно вот это перо необходимо опустить ниже сейчас попробую сам сделать если не получится то обращусь уже к мастера думаю все должно получиться видите выходит немного подсидельная труба и колесо стоит не прямо а боком вот такие нюансы просыпаются я сказал какие я и с ноги все это выпрямил сейчас еще перья поставлю посмотрю удалось ли мне это сделать или все-таки нет так удалось мне все-таки выровнять заднее правое перо и как видите теперь оба сид стея находится в одной точке и параллельно друг другу ну значит задача я справился можно теперь спаять промазал все флюсом сейчас буду паять вот но сначала спаяю нижнюю сторону которая идет к дропауту и еще раз проверю как оставить колесо ровно или нет потому что тогда у меня будет возможность отрегулировать высоту перьев и убедиться еще лишний раз что перья нижние вот эти вот чейн стейны спаяны у меня ровно а вот эти вот уже верхушки можно там в случае чего чейн стейны подрегулировать и уже спаять по факту а и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...